Основным вопросом на заседании Кабинета Министров сегодня стали итоги рейтинга эффективности регионов. Напомню, Чувашия вошла в 20 кулидеров. Такая оценка деятельности регионов проводится с 2008 года. При оценке эффективности органов исполнительной власти субъектов России использовались 14 критериев. По трем из них республика не достигла нормативных показателей. Это инвестиции в основной капитал, располагаемые реальные денежные доходы населения и доли выпускников, не сдавших ЕГЭ. Глава Чувашии перечислил и показатели, по которым республика на хорошем счету. Среди них оборот продукции, производимой малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, увеличение продолжительности жизни, снижение уровня безработицы и количество детей, которые остались без попечения родителей. У нас есть потенциал, соответственно, 4 месяца уже позади. Динамика намного лучше, чем в прошлом году. И мы до конца должны годы удержать эту динамику, включая увеличение доходов нашего населения. Кроме всего этого, тоже могу сказать, в соответствии с поручением президента Российской Федерации, на сегодняшний день, в критерии оценки будет включен показатель по переселению граждан из оборудования жилищного фонда, признанного доктором до 1 января 2012 года. Республиканский бюджет в первом квартале исполнен по доходам на 7 миллиардов 902 миллиона рублей, по расходам на 7 миллиардов 297 миллионов. По словам Светланы Янилиной, по итогам первого квартала профицит составил 605 миллионов. Собственные доходы республиканского бюджета по итогам первого квартала 2014 года исполнены в объеме 4 миллиарда 676 миллионов рублей, 108,9% к аналогичному периоду прошлого года. Безвозмездные поступления исполнены в объеме 3 миллиарда 226 миллионов рублей, или 67% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение объема безвозмездных поступлений в первом квартале 2014 года к аналогичному периоду прошлого года обусловлено изменением порядка их предоставлений из федерального бюджета. Чувашия по темпу роста поступлений в казно занимает четвертое место среди субъектов ПФО. При этом сохраняется социальная направленность бюджета. Расходы на социально-культурную сферу в первом квартале 2014 года превысили 80%. В текущем году социалка по-прежнему в приоритете. Планируется ввод 14 дошкольных образовательных учреждений почти на 5000 мест. Будет продолжена работа по строительству и реконструкции спортивных объектов, обеспечению граждан жильем и другим приоритетным социально значимым направлением развития. Министр экономического развития, промышленности и торговли рассказал о государственных программах, которые финансируются из республиканского бюджета. В перечень вошли 15 действующих госпрограмм, в составе которых учтены 96 подпрограмм. Владимир Аврелькин отметил, что по итогам 2013 года все госпрограммы Чувашской республики признаны высокоэффективными. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.